всем привет вы смотрите кулинарную пропаганду на канале уже очень давно есть ролик про вареный копченую свиную вырезку а вот сыр копченый почему-то нет я считаю надо исправляться тем более готовится она чрезвычайно просто нужно вырезка и время сахар нитритная соль содержание нитрита натрия 04 0,6 процента и вода особенно стараться с растворением смысла нет потому что за эти 24 дня вся соль однозначно растворится сама по себе но если не лень размешайте оставлю в таком виде в холодильнике за неделю может быть пару раз сбоку навык переверну для более равномерного просаливания неделя прошла следующий этап надо ее подвяли течение 6 8 ну может быть 12 часов при комнатной температуре а затем подкоптить подвяли его не нужно чтобы не тащить влагу в коптильню потому что влага в коптильне самый самая главная причина появление такого неприятного кислого пивкуса и самое главное жуткого увеличения вредности от копченых продуктов мне такого безобразия не надо вырезка подвялись смотрите поверхность совершенно сухая никаких следов на пальцах не оставляет но при этом блестит как будто лаком покрытая самое время отправить ее на копчение коптить буду в самодельной коптильне дымогенератор у меня пассивный лабиринтного типа купить такой можно на алиэкспрессе одной загрузки хватает примерно на 10-12 часов тления количество дыма очень небольшое что очень удобно если не забуду ссылку в описании повешу единственное что надо заметить работают такие дымогенераторы на опилках очень мелкой фракции 0,8 1,2 миллиметра учитывайте это температура нужно от 18 до 25 градусов я уже установил сейчас ящик прогреется все будет нормально утром увидим результат доброе утро давайте посмотрим что получилось отлично смотрите какой цвет замечательный по жирку видно да просто прекрасно и поверхность как будто лаковая вот именно такая степень копчения мне нравится когда не перьях копченый продукт как будто не такой как будто он побывал в паровозной топке то есть цвет лег но он аккуратненько такой нет чрезмерно темных этих поверхностей вот на мой вкус вот это идеальное состояние сейчас запах копчения довольно сильный и прежде чем отправлять завяливаться замечательный кусок я хочу проветрить оставлю на улице на сквозняке часов на 6 на 8 на ветерочке ну и последняя процедура на сегодня отправка мяса в камеру для сыровяла самодельную мне на канале есть ролик про ее изготовление вот так вот здесь у меня кстати висит велится испанский рецепт испанская колбаса сальчичон давно уже вярится смотрите какая обалдеть тянется причем она такая мягкая она рвется прекрасно состояние запах просто потрясающий просто чудо и что самое большое достоинство на мой взгляд вот именно свиной вырезки это быстрота готовки так как здесь внутри вырезки практически нет никаких вот этих жилочек ничего поэтому на процесс под завяливания происходит очень быстро прям очень быстро конечно тяна и по аромату и во вкусу обожаю действительно деликатесное мясо просто деликатесное готовьте и готовьте сразу много естественно увидели у меня куча колбасы и прочего в отказовении так бы я сразу штук по 10 вырезок таки макаром готовил потому что сидится съесться моментально и да вялить дольше там 35 дней 7 дней неделю две недели три недели она будет становиться вкуснее она и безумно вкусная она будет становится вкуснее она будет более сухой становиться но при этом более насыщенный вкус приобретать но и в таком состоянии это уже просто 10 из 10 так что готовьте и наслаждайтесь огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока